Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу ознакомить вас с самыми интересными новостями Армении и Азербайджана. Сейчас очень много разной информации. Сейчас я все собрал в один ролик, попытаюсь вам рассказать. Так, что пишет сначала армянское издание новости Армении? Службу национальной безопасности Армении заявили, что Азербайджан нарушил договоренности о размещении погранпостов на участке Корнедзор-Тех. Сейчас я вам покажу на карте. Вот дорога Ханькинди-Лачин, вот здесь Лачин. Здесь есть такой Корнедзор, вот, а вот здесь Тех. И получается, что армяне сейчас заявляют, что Азербайджан продвинулся на территорию Армении, этот Корнедзор, и захватил, типа, часть, большую часть дороги и участок. Мол, уже все, в Армении паника, что Азербайджан уже начал продвигаться внутрь территории, вглубь Армении. И вот как раз и статья по этой теме. Здесь эти все пункты, армяне заявили, что вот, тут семь пунктов, которые нарушил Азербайджан. Согласно достигнутой в августе 22-го года договоренности, с 1 апреля 23-го года, Лачинский коридор, соединяющий Карабах с Арменией, должен заканчиваться у Корнедзорского моста. С 1 апреля маршрут, соединяющий территорию Армению с Лачинским коридором, должен проходить только по территории Республики Армении, через Корнедзор-Тех. Так, второй пункт, вот еще тут есть. Так, после августа 22-го года, часть дороги, соединяющей Лачинский коридор с Республикой Армения, после Карнедзорского моста, снова проходила через территорию Азербайджана. Эта часть дороги, по всей ее протяженности, прилегающей к ней территории, контролируется миротворцами РФ. Согласно достигнутым накануне между Арменией и Азербайджаном договоренности, пограничники двух стран в последних числах марта должны быть размещены по обеим сторонам границы, на всей протяженности указанного участка. Время размещения появились разногласия по картам. На некоторых участках азербайджанская сторона, не дожидаясь заранее оговоренных корректировок, приступила к дислоцированию и реализовала инженерные работы. Азербайджанцы никого не стали ждать. В общем, они оккупировали, как считают армяне, этот карнизор, начали строить укрепительные свои посты, тут сооружения, и все. Как так, армяне говорят? Ладно, еще они считали тут Карабах, еще спорные эти вопросы. Вот здесь, вчера были разборки, здесь территория, вот, в Забухе. Так, еще получается, что сейчас Азербайджан продвигается в карнизоре, чуть не в... Вот уже тех, вот это, видите, слово, вот тех. Вот, в общем, в направлении этого, двух этих городов. И вот тут еще, что они пишут. Так, да, Азербайджан, типа, нарушил, пишут, и начал продвигаться уже, и реализовывать инженерные там работы. По расчетам, армянской стороны есть пять таких точек, на которые азербайджанская страна продвинулась вперед, где-то до 300 метров от линии границы. Сейчас достигнута договоренность, что картографы обеих стран несут корректировки. Армянская страна поддерживает логики недопущения экскалации. Армяне не хотят тут военных действий. На спорном участке армия Армении не имела постов. А, у них эта армия своя не имела, где, ну, посты поставить, так как они расположены не на линии границ, а на ближайших стратегических высотах. И охрана этой части границы должна была быть передана пограничным войскам. Там, мне кажется, у них и пограничных войск не было, там вообще никого не было. И азербайджанцы видят, что никого нет, и пошли вперед. Согласно упомянутой высшей договоренности, ясно, азербайджанцы молодцы, среагировали, что там в этом направлении Корнедзора нет ни пограничников, ни армянской армии, потому что у них постов здесь нет. И пошла вперед сюда. И вот тут такой всем известный Абрамян заявил. Армения вновь понесла оппозиционные потери ввиду продвижения азербайджанских войск. Оппозиционный депутат об опасном заявлении Службы безопасности. Вот как раз этот самый Абрамян. И вот он что заявил. В частности, речь шла о размещении азербайджанцев в направлении сел Корнедзор-Тек. Во-первых, Служба безопасности зафиксировала, что Азербайджан продвинулся где-то на 300 метров и закрепился на пяти армянских участках вдоль линии границы. Во-вторых, Служба безопасности отмечает, что в некоторых местах азербайджанская страна, не дожидаясь заранее оговоренных карактеровок, начала дислокацию, а также инженерной работы. Почереднул оппозиционер. Ну а что делать, если это там Азербайджан, наши исторические земли начали уже сооружать окопы и, как сказать, уже блиндажи строить. В этой связи Абрамян задался вопросом, где были власти Армении со своими силовыми структурами и системами разведки, когда Азербайджан продвигался вперед. Ну а где были власти, где? Кто здесь в этих, как сказать, горных или каких-то там районах, какая там власть? Пашинян не пойдет с автоматом охранять вот эти территории, границы Армении. Пограничников там не было, вооруженных сил Армении не было. Ну и вот азербайджанцы считают, что это территория вся Азербайджана. Это считается как бы Сюнигский, они говорят, район, не знаю. Но тут вот именно ТЭХ и Корнедзор вот эти спорные вопросы. Не знаю, Азербайджан сам может знать, может раньше их родня проживала, родственники на этих территориях. Кто давно помнит эти границы, тут вообще все спорно, я говорю. Вся эта Лачинская, вот этот вот район, вот эта область, очень спорная. Тут непонятно вообще, чьи границы и кто, какие земли, кому тут принадлежит. Потому что азербайджанцы, видно, по своим картам и стали продвигаться вперед. Абрамян говорит, все, захватывает наши земли. Какой же уровень несерьезности? Азербайджан не дождался заранее оговоренных корректировок. Азербайджан не выполняет взятые на себя под документом обязательства. Куда уже устные договоренности, заметил Абрамян. По его мнению, ответственные за безопасность страны, структуры фактически руководствовались устными обещаниями Азербайджана. В результате Армения в очередной раз несет территориальные потери. Азербайджан дислоцируется в предпочтительных и выгодных для себя районах и позициях. Ну все, говорю, это уже в парламенте Армении типа заявление такое. Так, служба безопасности отмечает, что армянская сторона придерживается логики недопущения новой эскалации. Армяне не хотят войны. А плоды этого принципа армянский народ видел после 40-х дневной войны, когда произошло нападение на Армению, приведшее к огромным территориальным и человеческим потерям, заявил парламентарий. Так, вот сейчас уже и там шум начался в парламенте Армении. И вот сейчас от ДКБ тут что-то возбудилось, говорит, надо срочно посылать свои войска туда на помощь армянам. Генсека ДКБ. Обстановка на границе Азербайджана-Армении чревата дестабилизацией. Так, ситуация на армяно-азербайджанской границе в зоне Карабаха чрезвычайно уже опасна и дестабилизирована. Об этом заявил генеральный секретарь организации ДКБ. Тут фамилия я уже не прочитаю, очень тяжелая. Заявил на расширенном совещании руководящего в штабе ДКБ. По его оценке, в настоящее время сохраняются актуальные риски, связанные с остановкой в Карабахе на армяно-азербайджанской границе. Он это назвал, нынешней напряженность в регионе следствием многолетних противоречий. Ну и Пашинян говорит, что спасите, помогите, надо срочно там уже эти голубые каски и всяких французов, немцам туда, еще ДКБ сейчас уже, по последней информации, мне кажется, он уже заявит, что нужна помощь от ДКБ, хотя он сам хотел выходить из ДКБ. Говорит, мы не будем там, в этой ДКБ. А что делать? А кто поможет армянам? Вот здесь эти, они говорят, мы уже все, теряем свои земли, а своя армия там не хочет погибать, пускай ДКБ, а Пашинян против Путина и ДКБ. В общем, сам Пашинян намутил, сам пускай расхлебывает. В ДКБ захотели отправить миссию на армянно-азербайджанскую границу для помощи армее. Ну вот, как я вам говорил, вот уже, видите, миссия готова. А ДКБ готова отправить миссию на армянно-азербайджанскую границу для помощи Армении, видишь, хотят армянам помогать. Об этом заявил, да, представитель секретариата организации Юрий Шувалов. По итогам расширено совещание руководящего в штабе ДКБ. Так, следующая серия. Ну вот, как я вам говорил, уже расстояние между новыми армянскими, азербайджанскими позициями составляет 15 метров. В общем, там стоят рядом и азербайджанцы, и 15 метров армяне. И сейчас я не представляю, чем это все закончится. Азербайджанская страна прошлой ночи заняла выгодные позиции, начала инженерные работы. По словам собеседника, новые позиции находятся недалеко от бывшего армянского КПП, на дороге Теханкинди, да, это дорога основная. Мы по одну сторону дороги, говорят армяне, азербайджанцы по другую. Техника приведена в обе стороны. Идут работы по обустройству позиции. А позиции где-то от 10-15 метров друг от друга, сказал собеседник. Я представляю, там азербайджанцы с армянами в 15 метров. Чем это закончится? Я не знаю. Тут все, что хочешь, может быть, особенно по ночам, там и стрельба начнется. У всех оружие там на руках. Так, это я сказал. Так что, вот, будем следить за ситуацией. Ну и последняя информация. Тут такой Вардан Асканян говорит, турок пришел на нашу родину и при возможности уничтожить всех нас. Блин, уже в Армении уже все. Типа, турки пришли на нашу родину и будет нас всех тут уничтожать. Вот как раз тут Корнедзор, текст. Вот я вам показываю здесь лачин. Так, что он еще рассказал? Иронис Вардан Асканян считает неприемлемый подход. Если в каком-то месте выбрали партию гражданский договор, значит, если турок пришел туда, то это справедливо. И, в общем, сейчас он думает, что сейчас будет там республики в Армении отделят куски Армении и сделают там республику Ишханасар, республика Тех. Ну, в общем, все, они теряют территорию. Они говорят, скоро от нас отнимут эти куски территории, там типа будут присоединять республику Тех сделают. Ну, вот он самое главное заявил, что турок пришел на нашу родину, республику Армения. Поскольку Армения это единый организм, а не конгломерация из никаких не связанных друг с друга сельских и городских общин и при возможности уничтожить всех нас, независимо от того, что некоторые покорно поставят свою голову под топор, в общем, их будут топорами там рубить, а другие будут сражаться до последней пули, он говорит, заявил Вардан Васканян, ну, все, там в Армении и Пашинян запаниковал, и Васканян запаниковал, что все, турки пришли на родину Армения и всех их скоро уничтожат, блин. Такие новости. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.